Приветствую вас. Ну, давайте попробуем разобраться с вами в том, что происходит. Да? Вы говорите, значит, что у меня депрессия уже не видит смысл жизни. Ну, во-первых, если у вас действительно депрессия, то вам нужно обратиться к врачу, к психотерапевту, к психиатру, потому что это заболевание, это довольно серьезное заболевание, которое, к сожалению, не лечится вот так вот через... ну, не лечится вот так вот именно через онлайн, это нужен очный прием, нужна диагностика, ну и так далее. Если у вас просто подавленное состояние или апатия, ну, это... это совсем другое. Это совершенно другое и не имеет ничего общего, значит, с депрессией. То есть, не нужно думать, что если вам как-то вот не по себе, если вам как-то вот не очень хорошо, если вы себя чувствуете, да, то у вас сразу же депрессия. Вот, ну, это... это не так. Совершенно это не так. А, вот, значит, это первое. Это первое, что я хотел вам сказать. Далее вы пишите следующее. Не вижу смысла жизни. Не живу, а просто существую. Ну, опять же, потеря личностного смысла из-за любви, как вот вы говорите, что у вас любовь есть к вашей подруге, потеря личностного смысла из-за любви выглядит, ну, по меньшей мере, несколько странно. Потому что, понимаете, как бы, ну, если вы человека любите, если вы к человеку относитесь хорошо, если вы хотите, чтобы он был счастлив, то для вас самое главное, чтобы он действительно был счастлив. А если же вы переживаете, если вам плохо, то, ну, наверное, скорее всего, что делать здесь не столько... не совсем в любви. Скорее всего, здесь дело в чем-то другом. Например, в том, что вам подруга нужна для чего-то. Например, дело в том, что с подругой у вас связаны какие-то желания. Например, в том, что вы, возможно, впервые почувствуете там. Что вот она вам нравится, что вот сексуальное влечение сильное и вообще вы ощутились и нашли себя, да, и так далее. Вот. То есть тут, конечно, к вопросу о сексуальном влечении здесь и вообще о всех вопросах, связанных с сексом. Вот. Ну, то есть даже не с сексом, а с ориентацией скорее. Здесь нужно обращаться к сексологу, чтобы он вам помог разобраться, чтобы он вам помог разобраться с собой, там, потому что очевидно, что вы сами не можете этого сделать. А да, то есть вы говорите, что вот вроде бы вам, вроде бы вам и парня нравится себя, и в то же время вам и она нравится, то есть все равно это явно потеря себя как субъекта сексуальных отношений. И здесь нужно все-таки разобраться, все-таки разобраться с тем, кто вы. А для этого, естественно, нужно, чтобы вы, даже значит, обязательно посмотрели, проверили свою ориентацию. Вот. Ну, а это можно сделать как? Только с помощью специалиста, помощи сексолога. Вот. Я думаю, что гораздо хуже, на мой взгляд, что вы это себе не принимаете, гораздо хуже, на мой взгляд, что вы себя ненавидите за это. То есть у вас, если у вас началось одно решение за само из себя, то очень может быть, что вы других людей воспринимать тоже не сможете, а это очень, очень плохо для вас, потому что не принимая других людей, вы... точнее, не принимая других людей, вы не принимаете себя, вот, и наоборот, не принимая себя, вы не принимаете других людей, вот. То есть здесь тоже я бы порекомендовал бы вам, ну, скажем так, более подробно посмотреть, вот. Ну, значит, я влюблена в свою лучшую подругу, мне стыдно в этом признаться, у меня вполне нормальная ориентация. Ну, вы знаете, вот, пока вам стыдно признаться в том, что влюблены в подругу, у вас будут проблемы. Вы отрицаете себя, вы отрицаете свои желания, вы не хотите, не готовы, не можете признать того факта, что вам нравится ваша подруга. А ведь в этом ничего плохого нет, абсолютно. Абсолютно ничего плохого в этом нет. Ну, нравится вам ваша подруга, ну, и здорово, и прекрасно. Главное, чтобы вы поняли, что вот, вам нравится здесь девочка, ну, и что, и что, вот. Нравится парня, но она мне очень запала в душу. А вот как у вас, как у вас коррелируется то, что вам нравятся парни, и то, что она вам очень запала в душу. Вот как это совмещается в вас. Не очень понятный факт. Я не могу ни с кем поделиться в себе, держу это уже на протяжении девяти лет. Ну, надо сказать, что, если вы на протяжении девяти лет все это держите в себе, то я могу предположить, да, что держу действительно, тут можно депрессию, депрессию словить очень так-то нормально. Это да. Тут я с вами полностью согласен. Вот. Если у вас действительно депрессия, то еще раз повторяю, к урачу психотерапевту нужно обращаться. Вот. Это, значит, такой момент. И момент такой еще, что вот как вы коррелируете то, что вам нравится парня, то, что вам нравится подруга. То есть как это у вас происходит, если вы говорите, что вы влюблены в подругу, вы влюблены уже очень давно, и у вас к ней дикое сексуальное желание. Вот. То есть как вы можете, как вам могут нравиться парни, ну, вот, не очень понятно, если честно. То есть в этот момент я рекомендую вам, ну, обдуматься как следует. Потому что, ну, вот, что-то непонятно, понимаете, здесь. Вот. Значит, дальше. Вы пишите, что ни с кем не можете поделиться. Поделиться. Ну, это тоже очень печально, очень странно, потому что у вас в окружении никого нет, кто мог бы понять вас. Это получается, что у вас нет друзей, или вы как-то выбираете друзей несколько, ну, странно. Понимаете? То есть тоже вот такой момент. Да? Почему вот вы вот так вот оказались в такой ситуации? В ситуации, когда, по сути дела, значит, у вас не оказалось человека, которому бы вы могли рассказать свои проблемы. Ну, так опять же. Опять же. Это, ну, не именно проговаривают. Все от и до. Что-то с вами произошло. Далее, значит, эм, так. Ну, все это в человеческой раме было 14, а что было, когда было 14? Понимаете? Понимаете, подростковый возраст – это очень нежный возраст, и любые какие-то вот переживания в этом возрасте, они как раз-таки могут, ну, могут спровоцировать эту реакцию. То есть вы, может быть, действительно любите и нравятся вам парни, вот, но из-за определенного переживания в подростковом возрасте и из-за того, что вы никому не можете об этом рассказать и ни с кем поделиться именно в своих чувствах. Вы, может быть, всерьез думаете, что, значит, вам нравится подруга. Только потому, что, вот, только потому, что у вас в подростковом возрасте были какие-то вот переживания, которые вы до сих пор не выразили никак. Вот. Далее, уже возраст такой, когда нужно строить свою семью. Зачем? Зачем семью свою строить? Для чего она вам? Вот тоже подумайте об этом. Вот вы говорите, мне нужно строить семью. Кому-нибудь, вам или от нас требуют этого, чтобы вы ее построили и обещали семью? Ну, вот, сами подумайте. Если вам нравится подруга, если вам нравится, нравится, например, девочка все-таки, допустим, ну, просто допустим. О какой семье идет речь классическая? Здесь включается страх осветления нормой. Да? Значит, здесь включается страх того, что вы не такая, как другие. И, может быть, проходи на отчество. Конфликт, например, того, что вы хотите удовлетворить ожидания ваших родных и близких. Вот. И, собственно говоря, вопрос заключается в том, что для вас важно по-настоящему. Вот, что для вас по-настоящему важно. Я думаю, что нужно обязательно в этом направлении подумать вам. Потому что, опять же, семья и так далее, это нельзя только хотеть. То есть, если вы хотите семью, значит, вам она для чего-то нужна семья. Понимаете? Вот. А если она вам для чего-то нужна, то, ну, как бы, на нее возлагается что? Не возлагается ожидание. Правильно? Вот. То есть, вы ожидаете от семьи, что она даст вам вот то, что вы хотите от нее получить. Вот. Вот так. Это же, это же неправильно, понимаете? Вот. Неправильно. Ответь от семьи получить то, что нужно вам. Семья, она не должна давать всего-то. Семьи надо вкладывать. А вы, вы явно не готовы вкладывать в семью сейчас. Да и семью вам устроить, как я понял, несколько. То есть, вот. То есть, вот вопрос, собственно, который я хотел бы вам додать. Он связан именно с тем, как бы, вот, зачем семья-то вам? Собственно говоря. Уж не вкладываете ли вы в свою семью некую попытку, как-то вот казаться, может быть, нормально, ну, нормально, там, обычно и так далее. Если так, то семья вас не спасет. Семья не даст вам этого. Значит, хочется, чтобы она была рядом. Каждую секунду хочу к ней прикасаться постоянно. Очень сильное сексуальное влечение. Я понимаю, что это все ненормально. Неправильно, то есть. Так не должно быть. Ну, почему? Это же есть. Почему не должно быть? Здесь вот к сексологу. Ну, и я бы сказал, наверное, проработать несколько родительских отношений. То есть, как у вас складывать отношения с родителями. Ну, не могу еще хоть с собой поделать, уже ненавидеть себя за это. Потому что вы ненавидите себя, потому что ситуация складывается так, что ваша страсть, ваши чувства, они вредят только вам. Вот. Они вам вредят и они не позволяют вам быть счастливой. Поэтому вы себя ненавидите. Ненависть – это желание уничтожить. Ненависть – это непринятие себя и демонизация. Демонизация – это того, что вы чувствуете, что вы хотите, что вы желаете и так далее. Ну, себя ненавидеть надо, а учиться принимать. Такой, какая вы есть. Я очень подавленный. Я не знаю даже, как мне быть. Хочу просто ничего не чувствовать. К ней просто трусить, ведь мы родные друг другу. Помогите, пожалуйста, советом. Есть какой-то выход вообще? Да, выход есть. Обратиться к сексологу, обратиться к грачеб-психотерапевту для проверки или опровершения диагноза депрессии и проработки детско-родительских отношений и того, что с вами произошло в детстве на 5 лет. Например, с помощью возрастной регрессии. Вот. Вот это уже выход для вас. А также более развернутое понятие, понимание. Более развернутое понимание того, что означает ваши чувства. То есть, что они вообще такое, что они из себя представляют эти чувства, да? То есть, ну, вот. Как? Как вообще вы их воспринимаете? То есть, откуда у вас вот эта вот, ну, скажем, боль, болезненность вот эта, откуда она у вас? Почему, почему она имеет место быть, если вы влюблены, если вы любите? Вот. То есть, в любви ли дело? Знаете? Вот это вот есть очень важный момент. Потому что мне видится. Мне видится. Мне ситуация видится так, что дело не в любви. Мне ситуация видится так, что вы что-то пытаетесь добрать от своей подруги. Что-то пытаетесь прямо вот добрать от нее такого, что, ну, чего не получали вообще. От, там, может быть, от мамы, может быть, от родителей, может быть, от своего окружения и так далее. Вот. Ну, и несколько странно выглядит тот факт, что вы родные люди своей подругой, да? То есть, родные люди. Что это значит родные люди? Она же вам не рада, она друг. Значит, вы ее отношение преувеличиваете для себя. А это значит, что вы компенсируете на нее энергию, которую не можете реализовать где-то в другом месте. Ну, например, там, может быть, с родителями, может быть, с мужчинами, может быть, что-то еще. Понимаете? То есть, вот это то, что вы родные люди, как вы говорите, это очень показательный. Это нужно вот прямо врач и смотреть. Смотреть. Именно смотреть. Что это за родственные души? То есть, нет. Нормально. Нормально сто раз идусь, это здорово. Если так. Но сходить должно быть в меру, понимаете? У вас, мне показалось, что не так в меру этого. Соответственно, значение подруги надо бы немножко принижить. Так, чуть-чуть, чтобы не так она важна была в вашей жизни. Вот. А помимо нее есть еще кто-то? Вот, помимо нее. Есть еще, ну, кто-то, значит, кто-то, с кем вы могли бы поговорить, с кем вы могли бы обсудить, там, какие-то вещи, да, и так далее. Вот. Потому что, если, ну, если совсем нет, то это плохо опять. То есть, по-моему, для вас, по-моему, единственный, единственный, родной человек, получается. Вот. Ну, это тоже плохо. Так не должно быть. Вот это действительно неправильно. Вот это неправильно. А не ваше увлечение к ней, которое, в принципе, естественно вполне. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.